Рюрик и Рюрики — Ариарих, Ариарик, Айрарих, Эйрих и Эйрик, Ророк, Рорик, Рерик, Рукрик, Русрик, Рюрик, Ротрик, Родрик, Родрига, Рихиар, Рихиарий, Рикиарий — реверсивная версия. Радырик, Радрик или Радырик, протагерманская звездочка Риркс, от звездочка Рис, слава, плюс звездочка Рикс, правитель, равно, славный правитель, имя известное с восьмого века Учтем, что игунны назывались славным родом, да и самоназвание славян трактовалось изначально и как словени, словесные, и как славные Его древне-верхненемецкие формы, Рарик Рир, Радрик, Рюрик, Крадрикрс, Радрик, Радерич, Рудрич и Тедней На готском языке Ририкс, в древнеанглийском языке оно появляется как HRRC или RORTS, а в древнескандиновском как HRRK, древневосточно-скандинавский HRRK, RRK, древнезападно-скандинавский как Рарик Рир, Рарик Рир И, Ф, Г, Эверс, Ум 1830, писал, что наиболее точным соответствием имени Рюрик является позднеримское имя Руишес В кельтских континентальных языках с четыре по семь век известны формы Руишес, Руиша, Раури Сирс Радрик, древнегерманский язык HRRC и Роричус, древнеанглийский язык Рорик, восточный древнескандиновский, древнешведский, древнедатский языки Рорик Рир, западный древнескандиновский язык Рорика, Рурикр, Рик Рир, из рунических надписей Из скандинавского эпоса и хроник известны следующие носители имени Рорик, Рорик Рир Ририц, сын датского короля шесть века в эпосе, Беавульф Хрерик Метатель Колец, легендарный датский конумг семь века Рудерейкс, Родерих, король вестготов в Испании в 710-711 годах Корень HR и его упрощенная фонетическая форма Ру Изначально имя имело множество формообразований Большое количество производных форм от имени связано с тем, что германский корень HR в германских языках является традиционной базой для формообразования огромного, множества германских имен Сам по себе корень HR является вариантом еще более древнего германского корня рис в варианте Произношение франков, скандинавские языки он переходит в несколько иной фонетики Рор, которая позволяет читать его в болтославянских языках из-за отсутствия прямого фонетического аналогов Массе вариантов Рю, Лё, Ро, Ру Составные имена, имеющие первым корнем HR Роберт, Роберт, Рберхт, Славый Блистающий Рудольф, Рудолф, Рулф, Славный Волк Роланд, 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 Славный Землевладелец Руц, Эруц, HRZ, Славный, утратила архаичную «h», но использует чтение слога через аблаут как «ru» и сохранила древний архаический щелевой звук, записанный через «th» Аналогичные упрощенные фонетические сокращения «daru» или «rosh», имея в виду почти нечитаемый «h», применяются и на рунических камнях викингов «ruрикр», «рурикр» Согласно лингвистус Эль Николаеву, судя по узкому рефлексу северо-германского проязыка «звездочка», древнешведскую форму «ryk» имя имело в среднешведских, упланских, диалектах В древнедатском и южношведском имя имело форму «рорик» и в древнерусском языке было бы передано как «звездочка рорик» или «звездочка рерик» Древненорвежская форма имени «raorkrir» далека от русской передачи Звательный падеж корня «rix» как «рик» Использование «rix» для словообразования в конце составного слова указывает на характерную этимологию для прогерманского языка Аналогично образованы, с добавлением по скандинавскому произношению дополнительный концевой «ar» Десятки имен викингов «alf-рикр», «аул-рикрир», «эрикрир», «фрэрикрир» и «дер» Из популярных ныне имен этот древний корень хорошо слышен в имени «эрик», «сканд», «аэрикрир» В других современных именах как «ричард» не сразу можно угадать исходную форму имени с этим корнем как «рихард» В прогерманском языке слово «rix» имело значение «правитель», но имеет смысловой оттенок, с помощью чего он осуществляет правление Одновременно с этим словом в протагерманском правителей обозначали словом «кунингас», от которого произошло современное слово английское «king», «король» В протагерманском существовала смысловая разница между этим терминами «кунингас» от «конджер» плюс «звездочка», «ингас» или «человек из семьи», то есть пришедший к власти В силу принадлежности к какой-то правящей династии по праву наследования Исходное слово «rix» еще древнее протагерманского окончания «rix» и восходит к проиндоевропейскому языку и производное от звездочка «ar», то есть «резать» Отметим, что русское слово «резать» также производное от звездочка «a», пришедшее из проиндоевропейского через прославянский язык «der» русск «Rzati slash rati slash» совпадает с прославянским словом Сам «rix» означал режущий предмет или инструмент, которым режут От этого корня произошло литовское слово «erkas» в первоначальном древнем значении как «инструмент» или первоначальный смысл датского «reekt» как «резать ножом» Иными словами «rix» в прогерманском это буквально звучит как «человек-резатель», «сравнитесь», «потрошитель» или «воин-правитель», пришедший к власти силой оружия, а точнее предводитель дружины воинов и максимально близко по смыслу к современному английскому слову «kiftane» или украинскому слову «ataman» В более позднее время оно стало терять первоначальный смысл и стало применяться в смыслах «лидер», «могущенный» и «богатый» В дальнейшем от смысла «богатый» произойдет современное слово в германских языках как «rich» В любительской лигвистике иногда пытаются вывести через созвучие от неверного использования падежа корня как «rix» и латинского «rex», получая так связь имени Рюрика с Римской империей Но это неверно, так как «rex» образована от другого проэндоевропейского слова «звездочка» «rex», которая имеет другую смысловую нагрузку как «правый» или «двигаться в правильном направлении» Хредрик, сын короля Храдгара, Беавульфе, у которого есть различные аналоги по имени Рерик и Хрерик в скандинавской мифологии Хрерик Рингслингер, Рорик Слайнгеборрая или Рорик Слингебант, мифологический король на территории современной Дании Отец королевы Гертруды, прототипа шекспировского принца Гамлета, возможно, смешался с викингом-основателем Новгорода и Киевской Руси Рюриком, или тот же человек Родерик, король вездготов 8 века в Вездготском королевстве Испании Рорик Дористацкий, вождь, правивший Фризией, в 9 веки На территории Франции в 9-12 веках отмечены имена Раурия, Раурико, Раурикрс, Рауригрс, Рорига, Роригиус, Рауригрс Имя Раури имело довольно широкое хождение у кельтов Ирландии и Шотландии, а имя Раир в Уильсе На испанском и португальском языке оно переводилось как Родриго или в его краткой форме Руй или Руй, а на Галисийском языке имя было Рой или Рой В арабском языке форма Лутхрик использовалась для обозначения Родерика ульфиланский готский звездочка Рауриикс, последнего короля Вездготов Святой Родерик, Ум 857, один из кордовских мучеников Современное английское название не является продолжением англосаксонской формы, но было повторно завезено с континента Норманными Среднеанглийское имя также практически исчезло к XIX веку, хотя оно сохранилось как фамилия Это имя было вновь популяризировано стихотворением сэра Вальтера Скотта «Видение дона Родерика» 1811, где Родерик относится к королю Вездготов Современное английское имя иногда сокращается до родди Родерик также является англицизацией нескольких несвязанных имен В качестве фамилии и имени оно используется как англизированная форма валийского ридерч Имя Родерик также используется как англизированная форма гельского личного имени Руайдри слэш Руайри слэш Руайрит слэш Руарит Рунические камни в Швеции Письменное упоминание имени содержится на камне Ю-413 в церкви Норсунда, вероятно, могильной плите, в следующей записи Что дословно читается как «Ульф велел сделать памятник по ерунду, своему сыну, объёрный Рюрик по своему брату» Шведские исследователи рун отмечают, что мало сомнений, что надпись читается как Рюрик и отмечают, что это очень редкое, но не единственное упоминание имени Рюрика на рунических надписях Руническая надпись на камне ОК-153 сообщает об том, что Рюрик поставил его по своим сыновьям Фруди и Асбьорну, Фруа Алкашбаун Руническая надпись со 47 сообщает, что Рюрик похоронил своего сына Асмуда, Азмант, в церкви и сообщает, вероятно, о насыпанном в его память монументе, в качестве которого, вероятно, использовался монумент из камней, насыпанный ещё в бронзовом веке Последний камень наиболее загадочен и учёные отмечают, что сложно понять об каких событиях идёт речь Отметим, что в шведском археологическом каталоге отмечено, что из серии «Камней об Рюрике» данный камень является спорным, так как в остальных рунических камнях надпись имени сохранилась полностью А на данном камне утрачены первые руны и только наиболее вероятно, что написано «Рюрик» Кейсмайл улыбка Однако сохранилась надпись «По сыну Рюрика» от «Аруай» В настоящее время имя Рюрик имеет хождение в Финляндии, Дании, Швеции и Исландии Современной популярной испаноязычной формой имени является производная форма – Родриго В германских языках часто использовалась производная форма как Родерик Считаю, что Рорерик, как и Ариарик, это максимально близкие имена имени Рюрика, но не его варианты или прототипы, а параллельно существующие концепты Не как Вальдемар и Владимир, а как Владимир, Василий, Володарь, Велимир и Всеволод Рерик Рерик был одним из многоэтнических славяна, скандинавских эмпорий эпохи викингов на южном побережье Балтийского моря Расположенном недалеко от Висмара в современном немецком государстве Мекленбург-Переднее Померание Рерик был основан, вероятно, в 735 году вскоре после того, как славяне племени Абадритов начали заселять этот регион На рубеже девять века граждане Рерика объединились с Карлом Великим, который использовал порт как часть стратегического торгового пути, который обходил районы саксонского и датского контроля Он был разрушен в 808 году нашей эры королем викингов, датчанами, Гудфредом Разрушенное место было восстановлено Абадритами и продолжало функционировать в течение короткого времени, пока Дроско не был убит в Рерике в 810 году по наущению Гудфреда После этого, как сообщается, король переселил торговцев в торговый центр викингов Хидибю, также Хайтабу, недалеко от современного Шлезвига Местоположение Рерика долго оспаривалось Более старые теории предполагали Альденбург, Любек, Мекленбургский замок и Альтгардс, переименованный в Рерик в 1938 году С 1990-х годов Рерик считается идентичным археологическому памятнику около Гростремкендорфа, расположенному на восточном берегу залива Висмар Эта версия основана на результатах, представленных Университетом Килля и Государственным департаментом археологии Мекленбург-Передней Померании, которые частично раскопали около 20 гектаров этого памятника в период с 1990, 5 по 1999 год Существует определенное количество косвенных доказательств того, что Гростремкендорф был репридским, например, идентичные даты основания и разрушения Гростремкендорф был глубоководным портом с запланированной планировкой Первоначально к северу от нынешнего места, более ранние поселения, вероятно, основанное в 735 году, постепенно было перемещено на юг в 760-х годах, а первоначальная территория была превращена в кладбище Новый, расширенный участок содержал здание, похожее на здание с утопленным полом в Вестстоу в Англии Керамика включала, среди прочего, кружево и ракушечную керамику Основным типом керамики, найденным до сих пор, был тип суков, связанный с использованием западными славянами в 8 веки Керамика последующего типа Фельдберг также была найдена, хотя и в значительно меньшем количестве Импортная керамика из западных стран была представлена лишь скудно Были найдены клады норвежских сланцевых точильных камней, а также свидетельства текстильной, железной и бронзовой обработки, но никаких крупных промышленных свидетельств, что указывает на то, что производство, вероятно, было предназначено только для местного использования Незаконченные изделия и куски мусора указывают на производство изделий из стекла, металлов, включая железо, янтарь и рог Самая последняя находка древесины, которую можно датировать, относится к 811 году, а ситуация с находками предполагает, что поселение прекратило свое существование немного позже Поселение простиралось на 500 метров вдоль побережья и занимало площадь не менее 20 гектаров В радиусе 10 километров вокруг поселения были найдены остатки славянских открытых поселений Близлежащие укрепленные крепости Мекленбург и Илов были, как и Рерик, основаны в начале 8 века, таким образом, представляя собой некоторые из самых ранних славянских поселений вблизи побережья Балтийского моря Как сообщается в Энерлис Регнифрн Кром от 808 года Паэр, Ха, датский король Гудфрид, также Гадафрид, Готрик, получил много дани от Рерика в предыдущие годы, но в 808 году разрушил торговый центр и забрал с собой торговцев оттуда Гудфрид переселил их в Хидибю, также Хайтабу, Слиастхорп, современный торговый центр ближе к Дании Это событие было частью продолжающейся войны между Данией и Франкской империей Карла Великого, в ходе которой франки объединились с абодритами Уничтожение этого места могло быть неполным, поскольку сообщается, что абодритовский герцог Дроско был убит в Рерике в следующем году Археологические находки, сделанные с 1990-х годов, полностью соответствуют этим записям, поскольку Последние датируемые колодцы, найденные в Рерике, датируются 806, 809 и 811 годами Рериги, альтернативное название абодритов, используемое средневековыми хронистами Адамом Бременским и Гельмольдом Базау, вероятно, является переводом имени Рерик Рерик – средневековый город, торговый центр, эмпорий, на южном побережье Балтийского моря, центр абодритов Долгое время точное местоположение Рерика было неизвестно За право считаться историческими правоприемниками Рерика боролись Вагрский Альденбург, Любек, Дорф-Мекленбург, Альтгардс Раскопки Кильского университета и археологического ведомства земли Мекленбург-Переднее Померание, проводившееся в 1995-1998 годах в пределах села Блавац, Гросс-Штрёмкиндорф, на восточном побережье Висмарского залива Мекленбургской бухты, открыли большую часть некоего торгового центра и прилегающих к нему захоронений площадью 23 гектара Топографическое расположение и датировка, согласно находкам и дендрохронологии, довольно точно соответствуют времени существования Рерика Более точное определение, однако, пока археологически невозможно, поскольку принципиально может подходить любой морской торговый центр времен Каролингов Поселение в Гросс-Штрёмкиндорфе являлось одним из самых крупных торговых центров в южной части побережья Балтийского моря между Хидибю и Валином в устье Одера, его территория в два раза превышала по площади города Хайтабу, Хидибю и Риби того же периода В поселении обнаружены находки раннего славянского периода, которые дендрологическим методом оцениваются в диапазоне от 730 до 811 года Другими поселениями прибрежной зоны 8-9 века являются Старигард, Любицы, Росток-Дирков, Минцлин и Ральсвик к востоку от Гросс-Штрёмкиндорфа Восточнее и северо-восточнее Гросс-Штрёмкиндорфа находятся участки с ранней славянской керамикой, товаром, в основном без отделки, который должен быть того же времени, что и прибрежное поселение Гросс-Штрёмкиндорф Рерик был построен около 700 года, когда абодриты поселились в регионе, и скоро стал полиэтническим городом со смешанным славяно-скандинавским населением В начале 9 века, после заключения франками союза с абодритами против саксонцев и дачан Карл Великий использовал порт в торговых целях Согласно франкским аналам датский конунг Гудфрид в 808 году разрушил Рерик, а население переселил в конкурирующий порт Хидибю, Слистерп С Гудфридом в упомянутом выше походе были славяне, которые назывались вельцы Из-за старинной вражды, какую они имели обыкновение сохранять с абодритами, они по доброй воле соединились с его войском И когда сам он вернулся в свое королевство, они также вернулись домой с добычей, которую смогли захватить у абодритов Гудфрид же, прежде чем вернулся, разрушил эмпорий, который на языке даннов называется Рерик и который выплатой податей давал его королевству выгоду И, переселив оттуда торговцев, распустил флот и а со всем войском пришел к порту, который называется Слистерп Аналы королевства франков Рерик представлял собой значительное поселение В XI веке Адам Бременский называл самих абодритов реригами Название «Рериги, рериджис» использует и саксонский аналист, 12, в который под 809 годом, в частности, сообщает, Дрожко, князь абодритов, после того, как дал своего сына в заложники по требованию Гудфрида, собрав войско и приняв помощь от саксов, напал на своих соседей вильцев и был коварно убит в торговом поселении Рерик У путешественника Ибрагима ибн Якуба около 965 года говорится о главной крепости, славянского князя Накура Название крепости может быть прочитано как «Азан», либо как «Гран», возможно искаженное «Град» Поскольку Ибрагим приводит перевод «Большая крепость», то в дальнейшем оперирует возможным славянским названием «Велиград» Рижский учитель, востоковед Ф. Вестберг отстаивал чтение «Азан» и отождествлял упомянутый Ибн Якубом населенный пункт с Шверином, а не Рериком Предположительное «Велиград» Ибрагима ибн Якуба около 965 года соотносится с «Михелинбургом» у саксов в 995 годе В свою очередь «Михелинбург» саксов строго соответствует «Магнополису», хронистов Адама Бременского и Гельмольда фон Базау Во всех случаях значение совпадает «Великий», «Большой», «Главный город» Со своей стороны датчане называли его «Рерик», предположительно «Аддер Исл» Рейр, тростник, по расположению в старой озерной котловине, покрытой густыми зарослями тростника Вацлав Ганка, известный своими фальсификациями, указывал на связь названия поселения с названием «Сокола Фелка Сайрнопрс», проводя аналогию с замками и крепостями «Сокол», «Гистрап», «Фаукронстайн», «Хебектстайн» Цитирует Ганку Георг Лиш Павел Шафарик читал название «Рерик» как «Ророк», а название народа «Рериги» как «Ророжане» Шафарик указывал на существование слова «Рерге», обозначающего в польском языке один из видов «Сокола», «Балабана» и сравнивал с именем польской деревни «Ророк» в Плотском крае и с подобными именами других славянских городов и замков «Орел», «Сокол», «Ястреб» Основываясь на данном прочтении Александр Гильфердинг предполагал, что «Ророк» было славянским именем крепости «Рерик» А Гедеонов отстаивал идею о том, что «Рерик», «Сокол», было прозвищем ободритского князя Дрожков, честь которого названа столица, а «Рерики», «Соколы», было прозвищем собственно ободритов Гедеонов предполагает, что прозвище «Рерик» могло быть родовым в семействе ободритских князей, родичей Рюрика Цитировал Гедеонова Д.И. Иловайский Вальтер Фогель выдвинул гипотезу, что «Рерик» в более ранних рукописях упоминается как «Берик» Этой точки зрения придерживался и Амелян Прицак, однако она была оспорена Название «Рерик» является аргументом некоторых представителей российской антинорманистской школы Сав Алексеев отмечает, что поскольку славянское название города – Велеград, а скандинавское – «Рерик», то от данного аргумента рациональный антинорманист должен был бы отказаться Лингвист Е. Мельникова отмечает, что выведение имени Рюрик из поморско-славянского слова «Рерик» – «Сокол» – лингвистически невероятно Лингвист С.Л. Николаев пишет, что палапско-ободритская звездочка Ророк, звездочка Рерик и имя Рюрик являются не более чем созвучием и называют утверждения об их связи околонаучными спекуляциями Переселение палапско-одерских славян на территорию Руси не засвидетельствовано В древнерусском языке имя князя-переселенца, если бы он был ободритым или рюгенцем, имело бы форму звездочка Рерик или звездочка Рорюк Раскопками 1990-го и второй половины 1990-х было обнаружено Ремесленно-торговое поселение скандинавского типа с гаванью и прилегающим кладбищем смешанного обряда Поселение площадью не менее 18 гоноклонной черта влево 45 акров было застроено регулярной, уличной сеткой из полуземлянок Дендрохронология и находки скиатов обосновали атрибуцию обнаруженного поселения с Рериком В славянской мифологии, в частности чешской, словацкой, русской, белорусской и украинской, ророк, русский, ророк, или ророк, украинский, ророк, огненный дух, часто изображаемый в виде огненного сокола Согласно чешскому фольклору, ророк может вылупиться из яйца, которая инкубировалась на печи в течение девяти дней и ночей, и может появиться как огненный сокол или дракон В польском фольклоре ророк – это маленькая птичка, которую можно держать в кармане, и которая может приносить людям счастье Рексарий Рихиар, Рихиарий, Рихиарий, король свевов в Галисии, теперь Западная Испания и Северная Португалия, в 448-456 годах Сын Рихилы При его вступлении на престол среди свевов существовала тайная оппозиция, не желавшая воцарения нового короля, однако успеха она не достигла, в чем состояла причина недовольства, неизвестно Во всяком случае, Эдация отмечает, что вступление Рихиара на престол произошло не сразу после смерти отца, а спустя некоторое время Несмотря на то, что его отец Рихила воевал с Вестготским королем Теодорихом Ай, Рихиар заключил с ним союз и в 449 году женился на его дочери Свадьба состоялась в Тулузе В отличие от своих соплеменников-язычников, Рихиар был христианином, причем он исповедовал не арианство, как большинство королей германцев, а основанное на никейском символе веры ортодоксальное христианство, которого придерживалось римское население То, что за 40 или 50 лет до крещения Хлодвига встречается король-варвар ортодоксально-никейского вероисповедания, удивительно и трудно объяснимо Неизвестно, почему он принял ортодоксально-никейскую веру, так как хронисты даций, по своему обыкновению, не приводят никаких подробностей Тот факт, что Рихиар женился на Вестготской принцессе, дочери Теодориха Ай, мало что объясняет в его действиях Ведь принцесса, без сомнения, исповедовала арианство, и и даций не упоминает о том, что она поменяла веру после замужества Король-ортодокс, женатый на арианке, правящий языческим двором и языческим народом, это в некотором роде историческая неожиданность По-видимому, именно это обстоятельство и вызвало определенное сопротивление каких-то противников Рихиара его, в осшествию на трон Варвары, а среди них и свевы, долго считали ортодоксально-никейское евроисповедание, римской верой, так что обращение в эту веру они могли рассматривать как измену короля свевским традициям Недаром и даций отмечает, что Рихиар исповедовал христианство тайно Галисия при Рихиаре становится центральной базой свевского королевства В его правлении, в отличие от времени царствования его отца и деда, не отмечено никаких столкновений между свевами и римскими жителями Галисии Это означает, что Рихиар сумел установить какой-то модерс-вивернди, образ жизни, с подчиненным населением Галисии Он сделал столицей Бракару, ныне Брага Там был создан монетный двор, одновременно сохранялись монетные дворы и в некоторых других городах, в том числе в Эмерите, Мериде Свевы начали чеканить свою монету еще при Хермерихе Это были золотые и серебряные монеты, их было относительно мало Бронзовые монеты, в основном, обслуживающие экономические нужды населения, сохранялись от предшествующей эпохи, но и их было не так уж много В условиях постоянных войн и грабежей торговые операции сводятся к минимуму, хозяйство резко натурализуется, и большого количества денег не требуется С другой стороны, обладание рудными богатствами северо-западной Испании давало свевским королям возможность выпускать собственные монеты Чеканенные свевскими королями монеты имели не столько хозяйственное, сколько политическое значение, они утверждали королевский суверенитет Свевские монеты в то время практически копировали римские, на них изображался император Поскольку свевская чеканка началась при императоре Гонории, то именно тип монет этого императора, даже с его титулатурой, долго воспроизводился свевскими королями и после его смерти Позже имитировались, хотя и довольно грубо, монеты последующих императоров, особенно Валентиниана III, порой с указанием места чеканки Это не означало, что свевы признавали власть Рима, просто они не знали другого типа столь уважаемой монеты, Рим еще оставался для них образцом для подражания Рихиар намного опередил других королей-варваров и в том, что первый стал чеканить монеты от своего имени, на которых недвусмысленно называл себя «королем» До нас дошли два или три образца его силик с надписью «Повелением короля Рихиара» Иусу Ричари Риджис Используя на серебряных монетах слово «Повелением» Иусу, он обозначил тем самым свое личное право на чеканку Изображение на монете креста в венке напоминает о его христианской вере, а буквы Биар указывают на столичный монетный двор или вообще столицу Бракару Подобная легенда на монетах ранее не использовалась и представляет собой революцию в Римской империи, подтверждая независимость свевов по отношению к империи Внешняя политика Рихиара отличалась от политики других свевских королей Вивека двумя аспектами В отличие от своего отца и деда, Рихиар начал совершать грабительские походы, обратившись к северной и восточной Испании В феврале 449 года он разгромил восконов, живших на севере страны и бывших практически независимыми Затем Рихиар направился к долине Эбра и не только предпринял решительную атаку на Тараконскую провинцию, которую другие свевские короли никогда не трогали, но и, что самое удивительное, сотрудничал с багаудами, чего в, в темные века, не делал ни один король, ни в одной стране По словам летописца, целью Рихиара было завладеть Тараконской провинцией и таким образом завершить завоевание Пиренейского полуострова, там он объединился с багаудами Василия и опустошил район Сарагосы Хотя сам город не был захвачен, но пала и Лерда, Совр, Леррида и многие из жителей попали в плен По словам летописца, Рихиар прорвался в Лериду, хитростью Но удержать этот регион надолго свевам, видимо, не удалось Они отошли, не приблизившись к столице провинции, городу Тарагоне В 453 году император Валентиниан III направил к свевам послами комита Испании Монсуэта и комита Фронтона, которые заключили со свевским королем какой-то договор В следующем году посольство во главе с Юстинианом было повторено и заключено новое соглашение, или подтверждено старое В результате этих переговоров свевы вернули римлянам Карфагенскую Испанию и отказались от притязаний на Тараконскую Но зато императорское правительство, по-видимому, признало власть свевского короля над остальными завоеванными территориями, то есть Галисией, Галецией, Лузитанией и, может быть, Бетикой Свевское королевство достигло своего наибольшего расширения Бетика, однако, скорее была областью свевских грабежей, чем интегральной частью государства В 454 году римляне полностью восстановили свою власть в Тараконской провинции Именно в этом году брат Вестготского короля Теодориха II Фредерих по просьбе римского правительства разгромил там, восставших багаудов Однако в 454-455 годах в Римской империи произошли важные изменения И Патриций Флавий Аэций, и император Валентиниан III, и новый император Петроний Максим, все были убиты Гейзерих и его вандалы вошли в Рим в июне 455 года и грабили город две недели подряд Провозглашенный при активной поддержке Вестготов императором гальский магнат Авит практически не имел никакой власти За все века своей истории Западная империя никогда не была так дезорганизована и так беспомощна Конец ее был уже близок Рихиар воспользовался этой сумятицей, считая, что убийство Валентиниана освободило его от обязательств перед империей А римлянам к тому же будет недодалекой Испании, и, по словам Иордана, полагаясь, на свое родство с Теодорихом II, Вестготским королем Тулузы, они были свойственниками Вторгся сначала в Карфагенскую Испанию, а затем и в Тараконскую Авит попытался снова договориться со свевами В 456 году он направил к ним фронтона, уже бывшего послом ранее, за три года до того, и, по-видимому, получил от них заверения, подкрепленные клятвами, о недопущении вторжения в Тараконскую Испанию Но свевы, решив, что обстановка им благоприятствует, тотчас после возвращения посольства вторглись в эту провинцию и разграбили ее Нападение на Тараконскую провинцию на деле окончилось полным разгромом нападавших Император Авит, хотя и не обладал военной силой, был силен в другом Он имел влияние на двор Вестготского короля в Тулузе и смог убедить Теодориха II напасть на варваров в Испании Доверие Рихиара к своему родственнику оказалось необоснованным Как сообщает Иордан, Рихиар заносчиво ответил посланцам Теодориха, пытавшегося оградить римское население от набегов свевов Если уже на это ты ропщишь и упрекаешь меня, что я пришел только сюда, то я приду в Тулузу, в которой ты сидишь Там, если будешь в силах, сопротивляйся Вестготы поступили так, как того хотел их Протяжи Авид, иготская армия вступила в Испанию, чтобы наказать высокомерного соседа Свевы решили встретить врага сразу за границей их владений на самой окраине Тараконской провинции В пятницу, 5 октября 456 года, они сошлись с захватчиками в битве при Кампус Парамус, в 12 милях от Астарги, на берегах реки Арбига, Урбика Этот приток реки Эсла, которая, в свою очередь, впадает в реку Дуэра, представляла собой тогда восточную границу провинции Галисия или находилась рядом с ней Готская армия на самом деле состояла из людей разных национальностей, среди которых были и вестготы, и бургунды, и франки Есть даже сведения о том, что с Теодорихом были бургундские короли Гундиах и Хильперикай Вполне возможно, что и римляне сражались плечом к плечу с готами, бургундами и франками в этом сражении Так или иначе, битва закончилась полным поражением свевов, король Рихиар был ранен, и ему с трудом удалось бежать в город Апорта, находившийся в самой отдаленной части Галисии Иордан рассказывает, что Рихиар сел на корабль, но, отброшенный назад бурей на Тиранском море, попал в руки вестготов Хотя этой истории полностью нельзя верить, так как и даций говорит, что король бежал в Апорта, а не к Средиземному морю, которое было для него недосягаемо Возможно, Рихиар пытался обогнуть Пиренейский полуостров, но попал в шторм, термин «Тиранское море» употребляется по отношению ко всей западной части Средиземного моря вплоть до Гибралтара Как бы там ни было, Рихиар был пленен и в декабре 456 года казнен 28 октября 456 года пала и была разграблена Брага Выжившие в первой битве сдались на милость победителя, часть из них была, тем не менее, казнена После этого готы занялись освобождением Южной Испании от ее властителей свевов И дация в этой войне ужасала та жестокость, с которой готы разоряли Брагу, они оскверняли церкви, взламывали алтари, похищали монахинь, правда, не насилуя их, и раздевали до нога священников Неизвестно, почему вестготы вели себя с такой нехарактерной для них жестокостью Возможно, в этом были виноваты их бургундские и, особенно, франкские союзники Королевство свевов было почти уничтожено и фактически перестало существовать Идаци также говорит о безвозвратной гибели свевской державы, свевское владычество разрушено и закончено Правил Рихиар девять лет Флавий Рецимер, Улат Флавир Срисрмр, 405, 18 августа 472, полководец и фактический правитель Западной Римской империи в третьей четверти в века Рецимер происходил по отцу из свевского королевского рода, а со стороны матери был внуком вестготского короля Валии Как и многие германцы в то время, был орианином Юность провел при дворе императора Валентиниана III, был учеником Аэция После смерти Аэция и Валентиниана, в 455 году Рим был взят и разграблен королем вандалов Гейзерихом Он сверг узурпатора Петрония Максима и поставил на престол Авито Новый император назначил Рецимера полководцем Наняв большое войско из германцев и построив флот, Рецимер уничтожил корабли вандалов у берегов Корсики и Сицилии Вернувшись в Италию, Рецимер, с согласия Сената, сверг императора Авито Вслед за этим он получил титул Патрикия от императора Восточной Римской империи Льва Ай С этого времени и до своей смерти Рецимер стал фактическим правителем Западной Римской империи Как германский вождь, он не мог провозгласить себя Августом, но с другой стороны, власть над Римом дала ему влияние на другие германские народы, оккупировавшие в тот момент Галлию, Испанию и Северную Африку Он встал перед выбором упразднить Западную Римскую империю и править официально, как король Или полководец, или поставить номинального императора и править через него Он остановился на последнем Но при этом его власть распространялась настолько, что его монограмма чеканилась на монетах наравне с императорской В 457 году Рецимер, с согласия Льва Ай, назначил Маериана императором Запада Но он оказался способным правителем и стал проявлять нежелательную независимость В 461 году он организовал поход против вандалов Гизериха, но потерпел поражение недалеко от Валенсии После этого Рецимер вынудил его отречься от престола, а затем казнил На его место был поставлен Либий Север Но эта кандидатура, а также убийство Маериана вызвали неодобрение императора Восточной империи Льва Ай и наместника Галлии Егидия После смерти Севера в 465 году в течение 18 месяцев Рецимер не назначал нового императора и сам держал в руках бразды правления Но опасность со стороны вандалов принудила его в 467 году заключить союз с Восточной Римской империей и принять назначенного Византийским двором нового римского императора Патриция Прокопия Антимия Последний выдал замуж за Рецимера свою дочь Алипию, но вскоре между ними возникла открытая борьба Рецимер набрал в Милане большое войско из германцев, пошел на Рим и после трехмесячной осады взял его 11 июля 472 года город был отдан на разграбление варварам, а Антимий убит На престол был возведен Алибрий, но через несколько недель и Рецимер, и Алибрий умерли от чумы Умирая, Рецимер передал начальство над войсками своему племяннику Бургунду Гундабаду И мутации имени Ророк, Рюрик Ариарих, Ариарик, Айрарих, Эйрих, Эйрик Ророк, Рорик, Рерик Рукрик, Русрик, Рюрик Ротрик, Родрик, Родрига Рихиар, Рихиарий, Рикиарий, реверсивная версия Ардарих Ардарих, Лат Ардрикрс, Кей 450 года Н. Э. Хейдрикр из германских легенд был королем гипидов, тесно связанных с готами, лангобардами и гуннами Он, славился своей верностью и мудростью, один из самых доверенных приверженцев Аттилы и гунна, который, ценил его выше всех других вождей Ардарих впервые упоминается и Орданом как самый ценный вассал Аттилы в битве на каталаунских равнинах, 451 год Знаменитый царь гипидов Ардарих также был там с бесчисленным войском и из-за своей большой преданности Аттиле поделился своими планами Ибо Аттила, сравнив их в своей мудрости, ценил его и Воламира, короля астготов, выше всех других вождей Иорданос, Гетика, Персиси Мира, 1915 После смерти Аттилы в 453 году Ардарик возглавил восстание против сыновей Аттилы и разбил их в битве при Недаа, положив тем самым конец господству гуннов в Восточной Европе После смерти Аттилы к власти пришел его старший сын Алак При поддержке главного помощника Аттилы Анигесия он хотел утвердить абсолютный контроль, с которым правил Аттила, в то время как два других сына Аттилы, Дингизик и Эрнак, претендовали на царство над меньшими подвластными народами В 454 году Ардарик повел свои войска гипидов и астготов против сына Аттилы Элака и его гуннской армии Битва при Недаа стала кровавой, но решающей победой Ардарика, в которой Элак был убит Самым непосредственным Достижением Ардариха было основание своего королевства в Дакии Его победа над гуннами у реки Недаа уменьшила угрозу вторжения в Восточную Римскую империю В то время как Западная Римская империя лежала в руинах после 476 года н.э., Восточная Римская империя просуществовала еще почти тысячу лет Год смерти Ардарика неизвестен Царь гипидов Мунда, Мундонус, правивший в начале шесть века, вероятно, был его внуком Мундус или Мунда, Греч Маурндос, латынь, Мунда, умер в 536 годе, был сыном гипидского князя Геесемуса, Гизмрс, и полководцем Судя по всему, он был сыном царя гипидов Гисма В начале 500-х годов он командовал группой бандитов в Панонии, в конечном итоге вступив в союз с астготским королем Теодорихом Великим После смерти Теодориха в 526 году Мундус поступил на византийскую службу при императоре Юстиниане Ай, сражаясь на Балканах, защищая Юстиниана во время беспорядков Ника и сражаясь на первом этапе Годской войны, во время которой он погиб в 536 году Имя Мундуса засвидетельствовано как латинское «мундов джаорданис» и «марчелинерс комс» и как греческое «мандерс» в греческих источниках Различие между греческими и латинскими именами необычны, и Герхард Дёрфер подозревает, что греческое имя было частично эллинизировано Разные древние авторы дают разные указания на этническую принадлежность Мундуса Иордан идентифицирует Мундуса как «бывшего из Аттилани», то есть гуннов джаорд Гет 301, тогда как Иоанн Малала был 450, и Феофан-исповедник А.М. 6032, идентифицирует Мундуса как сына царя Гипиды Марцелин Камес называет Мундуса гетой, что он также использует для обозначения астготов, тогда как Прокопий просто говорит, что он был варваром В просопографии поздней Римской империи утверждается, что, поскольку Мунда и Орданос имеют гуннское происхождение, а Мундус имеет гипидское происхождение «Они не могут быть одним и тем же человеком», — аргумент, отвергнутый Патриком Амари и Стефаном Краутчиком Брайан Крок утверждал, что заявление Иордана может также означать, что Мундус родился в обществе гуннов, а не что он сам был гунном Вместо этого Стефан Краутчик утверждает, что королевская семья гипидов и династия Аттелидов, вероятно, были связаны браком Согласно Амари, у Мундуса могли быть предки, считавшие себя готами, гипидами или гуннами, из числа которых он и другие могли выбирать по мере необходимости По мнению Феофана, Мундус был сыном Гисма, правителя восточно-германского племени гипидов со столицей в Сирмиуме, и племянником другого правителя гипидов, Траустилы После смерти отца Мундус был воспитан его дядей по материнской линии Траустилой, который, вероятно, стал преемником Гисма Траустила был убит в бою в 488 году войсками Теодориха Великого После того, как Траустилу сменил его сын Трозерик, Мундус пришел возглавить группу бандитов в Панонии Он объявил себя королем и поселился в башне под названием Герта Когда византийцы послали армию сражаться с ним под командованием генерала Сабиниана в 505 году, Теодорих послал своего генерала Пицея, и он и Мундус объединили свои силы и победили Сабиниана Хотя он исчезает из источников, Мундус, похоже, оставался союзником Теодориха до смерти последнего в 526 году В следующий раз Мундус упоминается как полководец гипидов и геролов в Панонии в 520-х годах В 529 году, в контексте новых сражений между гипидами и византийцами, Мунд и его сын Маврикий поступили на византийскую службу и были назначены магистр Мелитум в Иллирике Византийским императором Юстиниана Май, где он сражался против славян и болгар В 531 году он сменил Велизария на посту военного магистра Востока, а в 532 году вновь принял звание магистра военного пера Иллирика В том же году Мунд и отряд геролов оказались в Констинополе, когда вспыхнули беспорядки в Нике, он успешно подавил беспорядки вместе с Велизарием, а его войска уничтожили многих возле Ипподрома В 535 году, с началом Готской войны, Мундус был отправлен в Далмацию и отвоевал у Готов город Салона, Сплит В 536 году его сын Маврикий был убит во время контратаки Готов Впоследствии Мундус окончательно разгромил Готов, но был убит при их преследовании Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...